Красота и утонченность, талант и трудолюбие. Все эти качества позволяют хрупкой девушке создавать такие хореографические номера, при просмотре которых замирает душа и переполняет восхищение. Елизавета признается, своей жизни без танца просто не представляет. Где-то с пяти лет, с шести лет я встала уже за станок и начала танцевать. Танец вдохнул в меня какую-то жизнь, и не было ни разу такого случая, когда я подумала, о чем же я буду заниматься в жизни. Не было, правда. Первые уроки хореографии девушка получила в ансамбле «Солнышко». Руководитель отмечает, Лиза в коллективе всегда выделялась. У Лизоньки всегда были восхитительные хореографические номера, которые на ура принимались в зале. И, наверное, это не только потому, что она от природы такая девочка яркая, с таким ярким дарованием, но и от того, что я знаю ее как ребенка. Она очень трудолюбивая. Лиза с отличием закончила Анапскую детскую школу искусств номер два. Красный диплом получила и в Краснодарском хореографическом училище. Признается, что было непросто, но помогли упорство и любовь к профессии. Искренне дышу этим делом и всегда хочу лучше, лучше становиться. И всем девочкам советую не бояться. Если есть любовь в душе к чему-то, надо это дело и брать, то есть за основу. Сейчас Елизавета студентка Московского государственного института культуры и искусства. Важной вехой творческого пути Лиза считает работу в течение двух лет в ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Как любой творческий человек, она находится в постоянном поиске и развитии. Сейчас в дуэте с хореографом Александром Сиденко Лиза постигает современную хореографию. Одно из последних достижений – диплом лауреата второй степени на международном конкурсе молодых исполнителей «Данс Москву». Она сейчас уже себя проявляет в разных ипостасях. И как преподаватель, и как режиссер. И я думаю, что везде она добьется хороших успехов. Потому что человек думающий, добрый, творческий и не останавливающийся на полпути. Еще одно детище Лизы – летний лагерь для анапских школьников. Уникальный проект, где детский досуг дополнен уроками хореографии. Летом был у нас такой некий эксперимент. Все желающие, кто хотел, пришли ко мне на занятия. Я их с огромной любовью безжалостно просто учила танцевать. И мы решили создать концерт, организовать целый концерт, который назывался «Случай на балу». Этим летом Елизавета также планирует создать детский лагерь. А также поделиться творческими задумками и, как знать, может быть, вселить в сердца детей любовь к искусству, которая живет и в сердце самой Лизы.